Здарова! Влетаем с двух ног во второй выпуск рубрики По Старфилду. Приглашаю глянуть Что там накуролесили наши модеры пирожочки Уважение к пацанам Они грудью принимают удар от не очень Успешной игры Тодда. Ох, как же Мы будем сегодня улучшать игру Входим в режим, модеры сами допилят И погнали И начну я сразу с фиксов Потому что это уже невозможно терпеть В ваниле, если в твоем инвентаре Много предметов и на твоем оружии Много модулей, то ты будешь Замечать, что игра все больше и больше Фризится при смене оружия При продолжительной игре фризы могут Доходить аж до двух секунд И сюрприз-сюрприз, беседка все еще это не починила Такие вот сегодня игры Уровня ААА Я помню эту проблему еще с Фоллаута 4, но мои сладкие модеры Уже починили за беседку и это Возможно даже за один день К сожалению, данный фикс не убирает полностью фриз Но значительно его сокращает Теперь в жарком бою ты не боишься сменить пуху И зависнуть на секунду-две Это мастхэв Автору респект Знаком с его работами еще по Фоллаут 4 Как беседка не наняла тебя еще в отдел оптимизации Для меня загадка, братан Тела! Да, ты щас такой Ты чё, реально поставил тела не первыми выпуски? Да, потому что от статоров уже трясет, блядь Итак, тела На самом деле это пока что просто небольшие изменения геометрии тела Когда не надета одежда Не сказал бы, что автор попал в мой вкус Но потуги одобряем А так, ждем полноценный CBBE Не меньше И чисто мое предпочтение Небольшой визуальный мод Уж не знаю, как тебе Но так по мне Старфилд слишком туманный Везде какая-то дымка Модификация Фок Ремувер Убирает большую часть тумана в игре Делает изображение более четким Более контрастным Глубоким И особенно приятно это в интерьерах Я понимаю, атмосфера, все дела Но немножко и ребор для игры на 100 часов Ну слишком туманно Для понимания Мод не удаляет туман полностью Он все еще есть Просто изменена дистанция На которой он отображается На Нексусе этот мод что-то не слишком взлетел Я не знаю Но по мне уменьшение тумана в игре Просто необходимо Мы уже играли со сканером в прошлом выпуске Вот, вдобавок к тем же модам Небольшой мод, который увеличивает дистанцию отображения точек интереса Больше ничего Все просто Теперь сразу видно, что на планете вообще происходит И раз уж мы заговорили о сканере Тут даже Модификация увеличивает дистанцию На котором подсвечиваются сканируемые объекты Сначала мне тоже показалось это Ну, не обязательно Но потом я понял, что это очень удобно для сбора ресурсов А эта модификация вообще не обсуждается Увеличивает дистанцию, на которой вы можете собирать выпавший лут с корабля Это прямо обязательно Особенно после масштабных замесов Представь себе Беседка не исправила косяк Который был еще в Fallout 4 Когда ты бежишь по неровной поверхности Персонаж дергается, адаптируясь к каждому бугорку И ты бежишь как контуженный Модификация исправляет это и бег становится более плавным Ты не застреваешь в каждом камушке и экран не так сильно дергается Далее простая модификация Аналогично подобной для Fallout 4 Когда врага забрал компаньон Бывает, что не дают экспу С этим модом таких казусов должно быть меньше Да, это мелочь Но кому понравится, когда ему не додают экспу Модификация нацелена на улучшение поведения врагов в бою Ванили враги конченые Да ты сам наверное видел уже тысячу видосиков Зацени по скачиваниям Насколько такой мод был востребован комьюнити Но я поиграл с ним И скажу следующее Да, по ощущениям враги реагируют шустрее Не затупают по несколько секунд Но на многое не надейся Все что делает мод Это просто подрезает тайминги в поведении врагов Типа враги теперь должны быстрее реагировать Еще раз На Nexus по скачиванию мод взорвал Но на деле это небольшие минорные изменения Которые ты возможно даже не заметишь А ты знал что в Старфилде можно на джетпаке летать горизонтально Для этого нужно в настройках на прыжок забиндить дополнительную кнопку Ну допустим я рекомендую Alt И при нажатии на Alt дважды персонаж дешится вперед Ну или в принципе по горизонтальной AC в любую сторону Ни хрена себе да? Скрытые механики получается Беседка успокойся Так вот модификация усиливает горизонтальные бусты у джетпака В 3, в 5 или в 10 раз Я догадываюсь какие у тебя сейчас мысли Возможно типа поставлю может быть Если заскучаю Ну не знаю скажу так Для меня это геймченджер Игра настолько прибавила в динамике и веселье Что это прям обязательный мод Модификация позволяет на верстаке создавать отмычки Медпаки И что наверное более важно Патроны Да, ванили почему-то нельзя создавать на верстаке патроны Очень странное решение Простая модификация добавляющая бабло торговцам Теперь тебе не нужно обскакивать всех торговцев Чтобы продать свой лут Они больше не нищуки Старфилд очень жадная на экспу игра Побочные задания дают 50 опыта И даже за задание когда ты пешком идешь за челом 5 минут За крафт всяких штук вообще дают символичную единицу опыта Модификация повышает опыт за исследование За убеждение За крафт И за взлом замков Как мне показалось Это весьма справедливо В конце концов Получать одну единицу опыта Ну это че-то вообще Далее Небольшой мод Который делает еду и химию более вкусной Более соблазнительный для использования Увеличивает здоровье Которое восполняется едой в 5 раз Но что более важно Увеличивает продолжительность работы Всех бустов в 2 раза Теперь у тебя хотя бы есть смысл Открыть инвентарь и пожрать А не отправлять в забвение Все что ты налутал Следующий мод изменяет систему лояльности С твоими компаньонами В ваниле компаньоны работают Аналогично Fallout 4 Им не нравится когда ты воруешь Убиваешь рандомных NPC И так далее В общем это максимально скучные ребята Мод просто отключает Негативные последствия Твоих действий для компаньонов Так ты быстрее прокачаешь отношения с ними Можешь свободно делать все Что ты захочешь И что важно Быстрее откроешь их личный квест Я честно удивлен что после Fallout 4 Беседка не пересмотрела эту систему Ну по мне это бред Удерживать игрока тем Что компаньоны на него обидятся Буквально запрещать игроку Играть так как он хочет Особенная идея в том Что за лояльностью Прячут квесты Которые открываются Если ты умаслишь компаньона Бррр, я не собираюсь играть в эту абсолютно дурацкую систему лояльности И что им нравится и не нравится, меня тоже мало интересует Беседка так и не поняла, что система лояльности не работает должным образом Ещё со времён Fallout 4 Но если тебе нравится делать то, что одобрит твой любимый NPC То ты можешь оставить комментарий, как ты со мной не согласен Ну, чтобы я его потом удалил Простая модификация, которая включает слоумо, когда ты распределяешь энергию своего корабля То есть при перекидывании энергии игра замедляется, что позволяет тебе спокойно определиться И взвесить все за и против во время космических боёв Теперь не нужно лихорадочно перекидывать энергию, а делать это спокойно и обдумчиво Если бы это ещё требовалось в игре Интересная модификация, которая позволяет изменять легендарные свойства предметов На верстаке теперь можно буквально заменить легендарную обилку Чтобы она больше соответствовала твоему стилю игры И убрать бесполезную Ну и несколько важных аспектов Мод не даёт тебе возможность добавлять легендарные свойства Ты можешь их только изменять на оружие, на котором уже есть легендарная обилка В Starfield предметы имеют три уровня качества Синий, фиолетовый и жёлтый легендарный Синий имеет одно свойство, фиолетовый два, а легендарный три соответственно Ну и сами обилки тоже раскиданы под трём тиром крутостей Такой вот простой мод возвращает функционал, который был заложен ещё в Fallout 4 Да-да, теперь модеры восстанавливают фишки, которые были вырезаны в новой игре беседки Небольшой плагин, который позволяет при игре от третьего лица При зажатии кнопки прицеливания перепрыгнуть к камере на первое лицо При отпускании кнопки камера возвращается на третье лицо Это что-то типа на манер МГС-5 Вряд ли много людей играют в игры беседки от третьего лица Ну если вдруг, такой вот мод Мод перерабатывает систему прокачки Перерабатывает пару перков Например, перенос груза теперь увеличивает грузоподъёмность аж в три раза А фитнес увеличивает кислород в два раза Также усиливает баф от отдыха Но вот что более важно Мод убирает все челленджи, необходимые для прокачки навыков Я сейчас не буду говорить, что идея добавлять челлендж для прокачки навыков это хорошо или плохо Но вот вопросики есть Доходит до откровенного абсурда Ты прокачал новые модули для оружия И чтобы получить следующий навык Будь добр, поменять 30 уникальных модулей Но это бред Минус мода в данном случае только один Он не работает и не поддерживает фанатский перевод игры на русский То есть работает только на английской версии Простой SFSE плагин Который вырезает из игры понятие перевеса Сколько бы ты не собрал и не положил в грузовой отсек корабля Предметы всегда будут суммарно весить ноль веса Простейшее решение от духоты Малюсенький такой модный интерфейс Underlight Menu Сокращает ванильные затухания экрана, когда ты открываешь инвентарь Ну или другие подменюшки Мод совместим со StarUI Внимательно читай описание Улучшенное диалоговое окно Заменяет ванильное окно диалога По мне, необязательный мод Ванильное окно диалога вполне себе терпимое Это, слава богу, не Fallout 4 Но если ты из тех, кому нравится все поднастроить под себя То данный мод также предоставляет огромное количество функций для кастомизации Шрифт, размер шрифта, цвет, положение Все это настраивается через ини-файл Туда же, улучшенные субтитры Та же история Совершенно необязательный мод Да и тем более, мне не очень понравилась базовая версия мода Она убирает фон у субтитров Я нахожу такие субтитры плохо читабельными Поэтому в настройках я добавил им тень Стало получше, хз, но людям нравится Модификация добавляет удобные кнопки контроля во время диалога Выбрать варианты ответов теперь можно через нажатие 1, 2, 3 и так далее Но что еще немаловажно Мод также вырезает обязательную задержку в секунду Перед тем, как ты можешь скипнуть реплику Учитывая, какого качества текст в этой игре Для меня это стало обязательным модом Кстати, конфликтует с вышеупомянутыми Очевидно Компактное меню конструктора корабля Все просто Опции стали меньше Больше объектов влезает Компактное меню строительства То же самое Меню становится более минималистичным И занимает меньше места на экране Компактное меню для твоей команды Компактное меню для крафтинга на верстаке И компактное меню для окна миссий И все эти моды совместимы со старой UI Журнальчики в Старфилде Точно такая же механика, как в Fallout 4 Находишь журналы, которые дают тебе небольшие пассивки Модификация делает журналы более яркими Выделяют их, так сказать Чтобы ты уж точно не пропустил А ну да, по поводу девочек на обложках Это другой мод Да что, я не человек что ли? Вот он Теперь ты чуть более замотивирован собирать журналы Не так ли? А, вот еще мод на обложке Ладно, это надо останавливать Небольшой мод, который добавляет больше информации На твой интерфейс Во время режима сканера При прибытии на планету Или при активации сканера Внизу слева появляется отображение местного времени И твоего жуткого перевеса Удобно, когда ты страдаешь перфекционизмом И до хера лутаешься Но при этом тебе лень каждый раз открывать инвентарь Простая модификация, которая изменяет вид через прицел Несколько вариантов Я лично остановился на полупрозрачном Так как видимость повыше Со скопами поработали Теперь чуть улучшим коллиматоры Мод делает коллиматорные прицелы чуть более лаконичными Тонкими И вроде как удобнее должно быть И шлифанет моды на интерфейс Мод от создателя StarUI StarUI HUD Мод нацелен больше на виджеты интерфейса Первое Улучшено окно быстрого лута Выводится стоимость предмета Вес предмета ДПС ДНС ЮСБ И КПП И в принципе окошко стало компактнее Можно изменять размер виджетов Перемещать Скрывать И даже менять цвет Прикручена защита от рандомной кражи Кнопка подсвечивается красным Такая защита от случайного нажатия Теперь надо зажать Е Чтобы украсть предмет На быстрое окно лута Добавлена кнопка Взять все из контейнера И добавлен новый виджет Для динамичного отображения Веса предмета Чтобы ты сразу видел Что вот он Перевес уже близко Брось бяку Каждый элемент мода Настраивается Итог Must have Автор не разочаровывает Модификация Ship Skip В Starfield Есть постоянно повторяющаяся Анимация Со стыковки кораблей Данный мод Вырезает эту анимацию И все со стыковки Происходят моментально По моему мнению Это обязательный мод Я вообще не понимаю Почему разработчики Сделали вот эту Катсцену Непропускаемой Ну бред же И далее У меня для тебя Сразу несколько модификаций Которые ускоряют Медленные Тягомотные Анимации В игре Модификация Ультрааним Ускоряет анимации Ползания по лестнице И кресло пилота Верстаки И долгие Душные люки На ванпостах Фастер Мне так затягивать игру Монотонными Однообразными Анимациями Но это незаконно Серия небольших модов На конструктор корабля Но реактор лимит Убирает лимит С количества доступных реакторов То есть в ваниле Один реактор На один корабль Теперь ты можешь Херануть хоть Два Куда тебе больше то Но в энджин пауэр лимит Туда же Снимает ограничения На мощность двигателей Можно строить столько Сколько захочешь Из этой же оперы Простой мод Который снимает требования К навыку По классу реактора То есть ты можешь поставить Сразу же самый навороченный реактор Не имея при этом навыка Да По мне это скорее чит Но на Нексусе Все его почему то Разбирают как пирожки Поэтому рассказываю Видимо никто не любит Летные школы И еще мод Снимает лимит На количество щитов Которые можно установить На корабль Как я и сказал ранее На Нексусе Эти моды сильно зашли Я правда не очень понимаю Смысл Чисто сделать имбу Или жестко проявить Творческую фантазию Вообще у автора Серия таких модов Я уж каждый показывать не буду Если тебе нужны Такие извращения Прыгай на Нексус Далее Модификация Расширяет твои возможности При сборе корабля По сути Позволяет тебе Состыковывать элементы Так как ваниль Тебе не позволит Автор мода Также приложил Более агрессивную версию Только сильно с ней Не заигрывайся Иначе на палубе корабля Можно встретить Торчащие куски элементов И последний Открывает все доступные Модули для корабля У торговцев В ваниле Поначалу Нужно бегать К разным Космомастерским И питстопам И чекать новые Полезные детали И это может быть Даже интересным Поначалу Но потом Когда ты уже готов Собрать свой Летающий бублик мечты Метаться по планетам Становится Душновато С этим модом Все части Которые есть У торговцев Разных планет Доступны На любом Космопорту К тому же Открывает возможность Прицепить элементы От космических станций Ну это если Ты совсем улетевший Пол сотни модов Братан Я явно охренел С начала сентября На улице не был Креэшн кит Обещают только в 2024 Поэтому полноценно Погрузиться в моддинг Мы сможем еще не скоро И от этого Че то тревожно Если честно Как бы игра не сдоха К тому времени А да Не забудь обновить Стар юай Ну как же чел Круто делает Теперь есть категории И под категории И все так лаконично Так ммм Еще появились иконки У лечебных предметов Очень круто И да Я видел пару комментов Что из-за такого инвентаря Не видно модельку предмета Чел Специально для тебя Есть кнопка Осмотреть предмет Не благодари Итак Если тебе нравятся мои работы Ты можешь поддержать меня На Бусте Или на Патреоне Ведь я защищаю тебя От рекламы В этом проклятом месте Обязательно зацени Бусте Там даже есть ролики В открытом доступе Вообще там безумие какое-то Там есть Шерил Если соскучился Все Хватаю тебя за талию И забираю в каюту Остальным Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok